Мой отец был в звании старший сержант, погиб в зоне СВО 26 октября. Отец был всегда позитивный, никогда не доволновать, все время советовал по поводу жизни, как жить нам. Он был простой, самое главное, что ему было интересное, он никогда не зазнавался, не было такого там, простой советский парень. Геннадий Толовский – сибиряк, родился в 1970-м в Новосибирске, школу окончил в Берске, там же получил профессию газоэлектросварщика. В 25 лет молодой человек решил круто изменить свою жизнь и вместе с женой и маленьким сыном отправился на крайний север. В Новом Уренгое Геннадий поступил на службу в милицию. Познакомились мы в 1995 году и нас как раз провожали в Чечну, в первую командировку. Он не успел, можно сказать, только устроился. Ну, всегда говорил, пацаны, я с вами. Так подружились, жены наши сдружились, тут же дети. И, в общем, вот так уже пришли с Чечни. Гена встретил тоже хорошо. Здесь, в Новом Уренгое, в семье Толовских родилось еще двое сыновей – Александр и Илья. Летом 22-го года Геннадий подписал контракт и отправился добровольцем в зону специальной военной операции. Гвардии сержант Толовский служил в гвардейском парашютно-десантном полку в должности старший стрелок. Всегда хотел добровольцем рвануть куда-то, принять оружие. Он все-таки был в армии тоже ВДВ. И он участвовал в Югославии. Голубые каски, мы их так и называли. Да, такой парень, не боялся вообще ничего. И тут он тоже сказал, пойду. Я отговаривал, конечно. Я говорю, ты старый, уже тебе 52 года, ты что, братуха, куда ты пойдешь? Он говорит, возьмут меня, наверное, стопудово. И все, он пошел в военкомат, ему дали направление, пошел в медкомиссию. И тут хлоп, зонки, все, мне ждали. Я говорю, уезжаю. Это он уже был в зоне СВО. Его отправили туда. Он уже там сфоткался, отправил нам фотки. Мужественный и сильный, заботливый и чуткий. Так говорят о Геннадии и Толовском его сыновья. Были времена в жизни Сибиряка, когда он в одиночку воспитывал своих мальчишек. И ни на секунду не сомневался в том, что вырастет их достойными людьми. Когда одни остались, ну, с отцом, мне было 5 лет. Саша было 9 лет. Можно сказать, он заменил и мать, и отца, то есть он очень много делал. Я в шоке от него, от него, вообще от него энергия, то, что он никогда не вновал. Как будто бы чего не было. Да, прорвемся всегда. Для самых близких Геннадий неисправимый романтик и оптимист. Надежный товарищ, готовый подставить плечо в самой сложной ситуации. 30 августа во время очередного удара украинских националистов доброволец получил ранение. Но как только ему стало лучше, он снова отправился на передовую. Даже когда его ранили, он не писал две недели, я запереживал, там, все, давай, обзвание сыновей. Оказывается, ему там разбили телефон, ну, осколками. Перезвонил уже с другого, сказал, что был в госпитале, ранение в голову, контузия у него же была. Ну, я и говорю, все, Гена, мол, хватит, испытал судьбу, давай домой. Он сказал, нет, я буду здесь, ну, как срок заключил до января. В январе встретимся, мол, мы выпьем за победу, как говорится, и тому подобное. Потом уже сын позвонил, сказал, папа погиб. Прикрыл товарищей своих, начали обстреливать с дронов гранатами в окопы. А их с пятерых осталось двое. Ну, двое товарищей, и он третий. Вот он одного, я так даже не знаю, судьбу, а второго он прикрыл именно собой, принял гранату на себя. Ну, и так, осколочный тоже в голову, вот так и погиб. Он погиб за право и дело самое главное. Я считаю, что он достоин, чтобы иметь здесь в городе свой знак, свою доску мемориальную. Им надо обязательно хотя бы знак уважения, даже пусть и будет это в виде таблички памятной. Похоронили Геннадия там, где он и провел свои юношеские годы, в Бердске. Сыновьям трудно смириться с потерей, но они держатся. Илья мечтает пойти по стопам отца и также работать в силовых структурах. А старший сын Виктор отправился в зону специальной военной операции. Тоскуют все, кто знал и любил Геннадия Толовского. Мне не хватает его до сих пор. Я всегда вот смотрю, вон там наши дома, мой здесь, его следующий. И вот обычно мусор выносим, даже встречаемся. А тут иду и смотрю, а не понимаю просто пока, что его нет. А он мне всегда киноактеров напоминал таких, где-то он может подраться, может такой, ну такой шебутной, шебутной был такой, молодец, красавчик. Я же говорю, ничего не боял, хоть лес на пролом. Такой человек, что, ну просто я им всегда восхищался. Алена Ядня, Павел Михайловский, Виктор Отленко, информационное агентство «Импульс Севера». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова